всем приветики и у нас с вами сегодня опять большая проба продуктов сегодня вот такие вот продукты у нас с вами здесь еще два сырка лежат которые сегодня захотела сырки у нас красная цена с черникой честно говоря хочу черную смородину но была черника будем пробовать с ней вот так же у нас черный смородины мармелад такой мармелад я еще не пробовала первый раз его увидела до этого я его почему-то не видела покупала его в перекрестке попробую мне даже стало интересно любопытно что же такое там не знаю в последнее время меня очень тянет на черную смородину не знаю почему так и у нас с вами мы будем запивать таким напитком я я ягоды и фрукты я думала ягодно-фруктовый будет написано но нет давайте ес ес я помню как у меня что-нибудь сестра там сделать а потом такая ес фруит содержит сок я не знаю даже что это первый раз взяла попробовать стоил кстати он со скидкой 32 рубля довольно дешево кстати 32 рубля это сейчас вообще ни о чем вот там 60 это еще средняя там 80 уже дорого 100 а нет не 100 150 160 это уже как-то иногда бывает слишком дорого до 32 это уже мелочь бату даже литр целый я думал меньше не знаю что такое его так потрясла смотрю пузырики бегут побежали пузырики я подумал наверно он газированный должен может быть и нет не знаю здесь содержит сок как раз а тут нарисовано кстати черная смородина яблоко и как ее господи как же как же как же я рябина а нет не газированный точно написано со вкусом яблоко смородины и рябины да так состав у нас три е добавки и куча всякой фигни ну принципе как обычно для всякого лимонада всякого так и так же у нас вот такая вот сладость какая-то необычная не знаю без без фруктозы без сахара не содержит глютен здесь нарисован типа как шоколадные они какие-то попробуем тоже и конечно же у нас рахат лукум азовская не знаю последнее время не что-то очень тянет на рахат лукум а на всякий мармелад вот именно вот такой вот мармелад мармелад все правильно на всякое вот такое да и конечно же я забыла вам сказать что сегодня я снова единорожка вам так зашел этот ролик сейчас я только что монтировала и посмотрела что тот ролик где обзор я снимаю в таком же наряде вам очень понравился поэтому сегодня я делаю его снова надо купить таких нарядов побольше побольше единорожек чтобы как-то там менять так пить мы все это будем в моем любимом стакане короче который я купила в икее к сожалению у меня только один подружка меня уговорила купи один вдруг не понравится а за вторым я теперь не могу съесть потому что икея от меня находится где-то 15 километров и маски я не выдержу поэтому я его берегу 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 чтобы не дай бог так пахнет кстати мармеладом черной смородиной яблоко отременно не знаю может еще рябину мармеладом прямо дает так как будто туда мармелад засунули кипятком залили так с болтали и продали бутылка кстати очень мягкая не очень удобно красный как вино прям мне всегда знаете в детстве казалось что если так наливать наливать то вода будет и стакан не выливаться будет вверх-вверх вверх вверх и сейчас кстати так кажется моему сыну когда он пытается лезет к раковине хочет помыть посуду помочь мне он будет ничего страшного пускай льется сейчас будет оно так пойдет 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 и нальется. А видно же, что она разливается из стакана. Так, давайте попробуем. Видно его, видно. Попробуем, что же у нас здесь такое. На вкус, знаете, как обычно, какой-то не сок даже, наверное, распрозрачный компот скорее. По вкусу тоже мармелад кажется. Как будто жидкий такой мармелад прям. Ну, так же ощущается мармелад. Черно-смородина не знаю. Яблоко, в основном, яблоко, оно, кстати, его добавляют абсолютно везде. Во все соки. Даже если написано сок виноградный, все равно там подписано еще и добавляется обязательно яблоко. Такое ощущение, как будто у нас в России настолько просто много яблок, что их просто некуда девать. Их добавляют везде. Даже уже добавляют в печенье, добавляют в компоты, в соки, там детское питание, смотришь там и яблоко, и яблоко. Или, знаете, как будто у людей на яблоко аллергия. И его специально добавляют вот везде, что вроде как человек сейчас поест это яблоко, много-много будет есть, есть, есть. И у него аллергия пройдет. Почему-то мне иногда кажется так. То, что черный сморозный, он сладкий, кстати. Он такой непритерный, но сладкий. Прям явно такой сладкий. Такое. Что-то в нем такое не то. Наверное, это как раз вот рябина. Такая-такая. Ну, честно говоря, там, когда было написано содержит сок, мне как-то казалось, что он будет не очень сладкий. Все-таки поменьше будет сахара. А здесь такое ощущение, что сахар, он не притерный, но сахара чувствуется много. Такое прямо на этом. Так, давайте попробуем с вами вот эти штучки такие, батончики. ароматные, с кокосовой начинкой, витаминизированные, с глазурью. А, глазурью, глазурью. Здесь не шоколад, а глазурью. Вот так вот он выглядит. Опа! Такой батончик. Он стоил, кстати, довольно дешево. В перекрестке он стоил... Что-то он стоил. Рублей. Тридцать даже поменьше, может быть. Надо открывать, где вот этот вот черный квадратик. Я в одном влоге, не влоге, а в одном обзоре где-то говорила, мне человек написал, надо же, а я даже не знал. Всегда мучаюсь, мучаюсь, и никак. Да, они действительно такие. Как будто шоколадные. И пахнут такие кокосом и шоколадом. И темненькие такие. Сейчас покажу. Сейчас я их возьму. Как баунти прям. Ну, не баунти. Да, ну да, и баунти кокосовый, да, и твикс. Две палочки. Сейчас я вам покажу, чтобы было видно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ха-ха. Сейчас попробую с вами. Что же такое здесь? А вы напишите в комментарии, стоит на него делать отдельный обзор или не стоит. А внутри пусто. А внутри пусто. Просто пусто. И все. Хотя бы внутрь залили бы что-нибудь там. На вкус, да, действительно, что-то там... Там, знаете, как больше получается. Как будто бы... Как вафля, наверное. Тесто. Тесто вафельное. То есть его сделают... Внутри дырка. Дырка внутри, да? Круглая вот эта вот что-то вафельная. И сверху глазурь. Но внутри дырка. И с одной стороны он ужьется классно. А с другой стороны откусываешь. И в таком, знаете, недоумении. Что? Дырка. Как дырка? Что такое? Почему дырка? Не знаю, как стрёмно так. Ну, вкусно, кстати. Такое ужьешь, там еще чем-то отдает. А вот не только кокосом. А что-то с кокосом еще такое. Такой, знаете, аромат какой-то знакомый. И, кстати, глазурь ощущается, как... Как будто намазан тонким слоем шоколад. А не глазурь. Все-таки, когда она глазурь, она какая-то более светлее, что ли. Вот она какая-то другая. А здесь такая она темненькая. Ну, прикольная, кстати. Ну, такая, ничего. Можно ее купить. Но, я думаю, она не должна стоить 30 рублей. Она должна... Рублей 15, наверное, стоить. Потому что внутри дырка. Туда хочется что-нибудь повидло, что ли, какое-нибудь. Что-то хочется там. Как будто, знаете... Как будто, знаете, сделали мороженое. Отправлено на продажу. Но забыли положить туда палочку. То есть мороженое на палочке, но забыли положить палочку. И вы так открываете в надежде, что сейчас будет там палочка. На улице идете, да? А там нету палочки. И вы так... О-па! А что делать? А как я буду есть? А на улице жара. Она у вас уже тает, тает мороженое. Вот точно так же. Как-то откусываешь, ба! Дырка. А почему дырка-то? А где же остальное-то? Вот примерно вот так вот. Не, притерно. Не притерно сладкое. Оно такое, прям явно такое сладкое. Его хочется разбавить, честно. Я, наверное, следующую порцию свою давайте разбавлю. Что-то я не могу пить такое сладкое. Один к одному сделаем. Прям мягкое. Сейчас, секунду я его разбавлю. Пробуем. Вкуснее, кстати, разбавленное. Не настолько сладкое, не сильно. Раз вкуснее. Скажем, мы будем съесть с вами дальше. Такие вкусняшки нас с вами здесь. Кто-нибудь знает считалочку? Напишите, кстати, в комментариях внизу, своей считалкой, которые были ваши любимые в детстве. Возможно, сейчас. У меня была считалка любимая про зайчика. Давайте попробуем посчитать. Вам видно? Один, два, три, четыре, пять. Вышел зайка погулять. Пип-па-ой-ой-ой. Потерялся зайка мой. На самом деле, там была концовка. Убили зайка моего. Но для сыночка своего я придумала то, что потерялся. Потому что мне не хочется говорить этого слова. Убил, убили, все такое некрасивое. Так, эти кусочки лежат. А на этих у нас восстановилась рука. А здесь у нас с вами рахат-рукум. Ассортим. Здесь должно быть... Ну как же... Яблоко. Вот я и говорю вам о чем яблоко. Оно везде просто. Оно кругом. Ощущение, что Россия полностью засажена яблоками. Что у нас, я не знаю, леса полностью яблочные. Почему везде яблоко, я не понимаю. Ну ладно, апельсин, малина и желтый цветочек. Ваниль. Да. Ваниль. Вот так. Здесь 200 грамм у нас. Состав. 1, 2. Так, 2 е добавки. Хотя, честно говоря, я сегодня покупала. Я даже не смотрела состав. Мне очень сильно захотелось. Захотелось, вернее, рахат-рукум. Конечно, он, наверное, отличается от того настоящего. Рахат-рукум. Но. Что есть, то есть. Ой. Почему это так всегда? Сверху открываешь и... А-а-а. Это, кстати, снизу уже грязная она. Уже снизу. Сейчас у меня тут все будет в сахаре. Это же дело так. На тарелку. С этого мешка все сыпется теперь. Да, у нас, кстати, азовская кондитерская фабрика. И там у нас рахат-рукум. Вот, знаете, все время странно, почему рахат-рукум не делают... Какая-нибудь, типа, ну, как она лежит, да, вот тут в коробочке. И лучше бы было, если бы тогда шик и открылось. А так в итоге открываешь ее? Как я должна ее так открыть так, чтобы у нее из нее этот сахар не высыпался? То есть, ее снизу держать и вот так открывать, что ли? Как-то странно. Так, у нас здесь зелененькие, желтые, оранжевые, красные и зеленые. Зеленые... А, ну да, наверное, зеленое это яблоко. Да-да-да, тут же нарисовано. Раз, два, три, четыре. Четыре должно быть. Желтая. А, оранжевая это апельсин. А я люблю апельсин больше. Значит, я буду есть апельсин. Ну-ка. Даже немножко кисленькая стала. По вкусу на эти рахат лукумчат совсем очень сильно, вернее, похож на мармелад. Но он более тягучий, непритерно-сладкий, такой нормальный. Но о том, что это апельсин, как-то особо не чувствуется, если честно. Если бы мне, знаете, закрыли глаза и дали бы, положили в рот, и сказали бы, Наталья, узнать, какой вкус. Я бы так жевала, жевала, жевала. А фиг его знает, какой там вкус. Что-то как-то это. Так, я возьму тут вот зеленую, большую. Они, кстати, разными. Кусочки разные. А, запуталась? Кусочки здесь разных размеров. Большие, маленькие. Совсем малюсенькие. Вот тут вот желтый. Тут, я не знаю, зубочистка, что мне надо их колоть. Блин, ну не чувствую вкус. Вот, знаете, вот оно просто вот жуется, такое более тягучее, но не сильно. Сладкое. Плюс сахарная пудра очень чувствуется, когда кладешь в рот. Сладкое, непритерное. Ну, какой-то аромат, рахат лукума, есть. Ну, там, знаете, как аромат, там, допустим, это аромат мравилат. Это аромат рахат лукум. Это аромат сок. Ну, или там по вкусу, или там, не знаю, по консистенции, там, мы знаем это, что это вот так вот. И тут вот, кажется, тоже какой-то аромат, непонятно какой. Вроде как рахат лукум. Что-то такое. Яблоко вот я пробую, я не чувствую, что-то. Нет, ну здесь что, я чувствую вкус. Тут я чувствую. Кстати, кисленькое стало даже. Ладно, давайте попробуем красное. Конечно, у нас малина должна быть. Что-то странно. Кстати, вот тут вот, чуть-чуть вкус малины есть. Совсем чуточку, чуточку, ты знаешь, так, еле-еле-еле заметно какой-то вот там есть. Совсем капельку. А вот яблоко с персином, я не почувствовала, что-то. А тут есть, да. Хорошо, значит, я еще коронавирус не зацепила, пока гуляла по магазину. Он, кстати, еще с орехами был рахат лукум внутри Олежка. Так, и у нас остался с вами желтый. Желтый вот тут вот есть маленький. Прямо прямоугольники по бокам. Как будто, как какой-то виноград, допустим, ягоду винограда, да, вы кладете в рот. Пока вы ее не разжевали, вы не чувствуете особого вкуса. Потом вы ее так зубами прижимаете, из нее появляется какой-то вкус. Ну, вкус винограда. Вот здесь ощущение такое же. Когда вы ее прожжуете хорошенько, прижимаете, то, вроде бы, там есть какой-то вкус, там еле-еле-еле заметный. Не знаю, что-то я, честно говоря, удивлена, потому что раньше, может быть, с разными вкусами не было рахат лукума, я не знаю. Но я очень раньше его очень сильно любила. И раньше, я помню, кусочки были гораздо больше. Здесь вот просто мелко нарезанные какие-то... Даже места, по-моему, пустые. По-моему, пустые места, как и были, так и остались. Как будто не хватает половины. Надо было ее взвесить, она может даже и не 200 грамм. Может и меньше. Какая-то, не знаю, все меняется. Все меняется. Знаете, попробуйте. Будете пробовать? Ням-ням-ням? Берите, берите, не стесняйтесь. Так, ну, будем пробовать с вами теперь мармелад. Со вкусом черной смородины. Честно говоря, просто вкусный рахат лукума. Которого вкус я не почувствовала почему-то. Здесь я уже боюсь даже пробовать, мне кажется... Хотя нет, мне кажется, она должна быть вкусной. Черная смородина все-таки должна быть вкусной. Так, здесь у нас, кстати, состав нормальный. Ну, как всегда, кислота яблочная. Вот здесь и опять яблоко. Яблоко. Я не удивлюсь, кстати, что еще здесь тоже будет яблоко. Я теперь вся в сахаре. 40 грамм. Пятерочка. Здесь вообще должно быть состав очень большим. Потому что как раз вот такие вот дешевые продукты, я заметила, типа красная цена, там, не знаю, еще какие-то, ленты, наверное, по-моему, тоже. У них обычно дешевый товар и, соответственно, там состав просто огроменный. Кажется, что сейчас ты купишь с этим огромным составом, ну, такой самый стандартный продукт, который можно, в принципе, приготовить дома. Съешь его и сразу чем-то заболеешь. Потому что просто очень... Так, тут тоже... У-у-у, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 е-добавок. Так-так-так-так. Пюре яблочное. Ну, пожалуйста. Пюре яблочное. Хотя здесь у нас черника. Черника. Но здесь пюре яблочное тоже есть, видите? Везде есть пюре яблочное. Здесь наверняка тоже оно есть. По-любому должно быть. Подождите, что тут? Пюре... А, нет, какая утертая. Пюре тут такой... Соль. Вот я не понимаю, зачем в сладкое добавляют соль? Кстати, когда я делаю блины, у меня тоже написано в рецепте. Соль. Но я ее не добавляю. Они же блины. Они же сладкие. Уже перестала, уже честно. Здесь тоже мне непонятно. Пишите в комментариях, для чего в сладости добавляется соль. Обязательно пишите мне внизу. Мне будет интересно. Может быть, вы знаете. Я не знаю. Я тут ничего не увижу. Но что-то зрение уже... Так. Здесь что у нас? Та-та-та-та-та-та-та-та. Краситель, экстракт из кожи... Экстракт из кожицы винограда. Из кожицы... Экстракт из кожицы винограда. Представляете? Из кожицы винограда. Ну, нет бы взять сам виноград. Ну, почему кожица-то брать, Саня? Блин, это странный очень виноград. А, ладно. Так. Я что здесь хотела посмотреть? Я хотела посмотреть здесь соль. Соль здесь нету. Не видно. Ладно. Ну, и кислота лимонная. Она везде, в принципе, добавляется. Мне кажется, ни одного нет такого продукта, где нету кислоты лимонной. Здесь есть коробочка. Кстати, очень классно, что есть коробочка. Разорвала я её вон аж как. Что-то у меня в этом году рвутся они в последнее время. Как-то странно. Вам не видно? Ну, ладно. Так. Похоже. Кстати. Они очень-очень похожи. На упаковке там прям сахар такой толчёный, такой мелко толчёный. А здесь толчить уже было лень, видимо. Они уже под конец работы устали. Они так ссыпанули обычно и всё. Давайте покажу вам поближе. Кстати, они очень пахнут смородиной. Очень-очень-очень. Так обалденно-обалденно пахнут. Ну, я, в принципе, и знала, что, скорее всего, они будут пахнуться. Я надеюсь, что они будут и вкусные тоже. Ромбиками. Такие они симпатичные, мягенькие. Попробуем. Чёрная смородина ощущается. Но немножко. И они какие-то странные. У нас, кстати, ударница называется. То, что я, по-моему, забыла сказать. Обычно мармелад, у вас живёшь, он немножко, немножко жестковатый. Немножко, как будто бы такой, у некоторых присутствует, как тягуть, честь какая-то такая. А эти, похоже, как будто мы сами дома сделали, но какого-то ингредиента забыли добавить. Они слишком мягкие. Они как-то растворяются во рту. Хотя, ну, так пробую, что они вроде такие жестковатенькие. Так вот, мягкие вроде. Ну, как будто домашний. На домашний похож. Мне всё-таки, покупая магазинный мармелад, хотелось попробовать именно магазинного мармелада. Ну, ничего так. Так, давайте вот этот хочу. Сахар, конечно, этот крупный немножко мешает. Такой он мягкий, нежный и притерно-сладкий. И, конечно, вот этот вот крупный сахар, это всё равно, что, знаете, возьмёте ложку сахара и начнёте её сжевать. Не сосать, а сжевать. И она вам будет попадать под зубы, под передние зубы, например. Там ещё куда-то как-то это. Немножко не очень удобно, немножко, наверное, даже непривычно. Попробуйте. Интересно. И напишите, кстати, свои ощущения тоже в комментариях. Напишите, интересно. Каково, какие ощущения будут у вас? Обязательно напишите. Кстати, это будет очень интересно. Вкус чёрной смородины очень-очень мало ощущается. Очень мало. Больше кажется, что... Просто я ем непонятно чего. Но по запаху... Хотя... Когда я только открыла, запах был. Такое ощущение, как будто он так... ШИХ! И улетел. Ну, там чё-то так немножко есть. Так, нормально. По-моему, они, кстати, и стоили около 70 рублей. Наверное, так вот. Плюс-минус. Потому что сейчас мармелад уже начинает стоить дороже. 80 и туда выше. 150, по-моему, перекрёсток. Вот я сегодня была. Другой стоил. Но я его не взяла, потому что много было Е-добавок. И я подумала, зачем. Вот. Например, кстати, вот мармелад. Сейчас покажу. Вот такие вот. Мы с вами в прошлый раз их пробовали. Живинка. Конти. С начинкой с соком арбуза. Они тоже мармелад, по-моему, считается. Хотя, если честно говоря, они где не написаны. Они уже такие вот обычные. Но, когда их жуёшь, они реально как мармелад. И там вкус, кстати, реально обалденный. Именно вот написано тут арбуз, да? Там реально вкус арбуза. Ощущение, как будто взяли арбуз целый. Добавили в него желатин. Всё это перемешали. Разлили там по формочкам. Там заморозили туда-сюда, да? И продают. Ну, там, может быть, ещё плюс добавили вкус. Там усилитель вкуса арбуза, да? Давайте. Ладно, пускай будет так. Поскольку у нас обычно мы что-нибудь с вами делаем. И там, получается, у нас еле-еле какой-то вкус. А когда вот у нас усилитель вкуса ещё добавили. То там получается обалденно вкусно. Сейчас попробуем. Ну, что он обалденный. Внутри красненький, как-будто, ну, как жиденькое там что-то. Ну, арбузик, наверное. Вот он обалденный вкус. Чувствуется арбуз. И послевкусие остаётся арбуза. Короче, если захотите такого мармелада, который вот, как вот, как тянучий, вот такой, какой-то не сильно, но тянучий такой. И с таким, знаете, прям явным вкусом. Вот, пожалуйста. Вот это классно. Вот реально классно. Ему бы я поставила даже не 5 звёзд, а, наверное, все миллион звёзд. Вот оно, блин, обалденно вкусно. Мне нравится. Может, кстати, кому-нибудь и не понравится. Наверняка. Даже есть мыло-арбуз. Но оно не всем нравится. Так. Ну и, конечно, у нас с вами остался последний мой десерт. Сейчас, тут что-то написано, продукт. А, сырок глазированный. Кстати, глазированные сырки уже сейчас очень многие делают дома сами. Он делается, оказывается, очень легко. Ну, что ж такое? Да что ж, что ли? Специально делаю, чтобы ещё не открыл его. Я помню, как в детстве купила бутылку лимонада. Там открывала, открывала, открывала. Так не смогла её открыть. Вот, ну, ни в какую. И так, и всякая. Плоскогубцем. И как я пока не пыталась. Как будто её заклеили там. Ну, я помню, взяла её. Принесла в ванную. Поставила там. Взяла стакан. Взяла нож. Лобыщи. Так вот, сделала маленькую дырочку. Налила вот так в стакан. Потом, по-моему, я её то ли отрезала, то ли что. Но, когда мама пришла, она очень удивилась. Говорит, а... Чё такое у тебя здесь? Говорит, да вот лимонад открыть не смогла. Ну, давай я тебе её открою. Тоже никак. Странно, приклеили что ли её. Вот здесь вот точно так же. Мучаешься, мучаешься. Так. Такой он что-то это. Липенький там. Такой маленький. Слушайте, здесь он кажется таким огромным. Смотрите, прям. Как будто он такой длинный. Вот, прям вот. Ну, по ощущениям, прям кажется, что, ну, как минимум вот. А тут меньше гораздо. Вообще он там. Малюсенький, кстати, неровный по бокам. Сейчас я покажу. Вот тут он там отваливается, вон, чего-то. Что-то у него отваливается там. Маленький такой. Сколько здесь? 40 грамм. Ну, 40 грамм-то цифра, вроде, большая. 100 грамм. Вроде не так мало. Зря я купила два. Надо было всё-таки один взять. А когда пробуешь сырок глазированный, у меня почему-то создаётся впечатление, что там должен быть творог перемолотый, внутри начинка, понятное дело, творог и сверху шоколадом. Не знаю, почему мне кажется так. Ну, или что-то там подобное. Здесь как раз получается даже не творог, даже не что-то там подобное, а что-то белое. Непонятно что. Как будто там, не знаю, сделали какую-то непонятную смесь. Типа творога, какого-то там типа творога. Мягкая, нежная, сладкая, притерно-сладкая даже, наверное. Шоколад, не знаю, там глазурь, скорее всего. И начинка вот эта вот притерно-сладкая, как раз вот. Черники, честно, знаете, лучше переплатить. Лучше за всё переплачивать и покупать вкусную еду. Да, в принципе, он вкусный такой, сладенький. Мягенький. Маленький по размеру, кстати. Но она вкусная. Ну, она сладкая, да? Она сладкая, она вкусная. Но там какое-то большое но, которое не хочется её есть. Не хочется есть, наверное, потому что там непонятно, что такое белое. Не знаю, почему мне кажется, что там должен быть творог. Или что-то творожно-образное. Там, блин, короче, не знаю. Их, по сути... Ну... В магазине их практически не берут. То есть, коробка с ней была просто целая. Если у других хоть по чуть-чуть заканчивается, ну, заканчивается, там, имеет свойство заканчиваться, там берут, то у них была полностью целая. И я подумала, наверное, их никто не берёт. Вот, да, я думаю, попробую. Вдруг вкусно. Честно говоря, кстати, есть ещё сырки глазированные. Другие. Не помню, было у меня на них обзор или нет. Ну, как-нибудь я их куплю. И точно так же с вами посижу поем, наверное, в следующий раз. Когда у меня выдается такой одинёк, я их возьму. И мы с вами вспомним про этих. Это у нас красная цена. Самая-самая дешёвая. Самая фигня. Самая... Да. Правильно вы сказали. Ну, доедать надо. Ну, такой нежный, сладенький такой, знаете... Нет, знаете, они больше просто подходят для беззубых. Во. Для беззубых бабушек будет вот так. Обалденно. Взял её там, ну, только вот шоколад там. Ну, шоколад можно там зубами немножко перемолоть. Не зубами, вернее, уже дёснами. Там помусолить, помусолить и всё. Для бабушек, кстати, отлично будет. Ну, ничего, так вкусно. Ну, по-моему, вот... Тот сырок, он стоит 30 рублей, про которые я вам говорю. А вот эти вот, наверное, 15 или 17 или 10. Когда-то они стоили, кстати, по 5 рублей. У меня мама их очень покупала, прям очень любила. Всё время они у нас были. Раньше, кстати, были сырки... Рыжий Апп. Помните? Наверное. Я помню... Заказывала... Не знаю, как это называется правильно. По почте журналы. Рыжий Апп. Мне они прям так нравились. Но они приходили бесплатно детям до скольких-то лет. То есть, детям до скольких-то лет они приходили бесплатно. А дальше, если ты уже стал старше, то тебе уже платно. Вот. И там нужно было что-то... То ли анкету написать, то ли рисунок отправить. Я сейчас не помню. Короче, что-то там написать, что тебе мало лет. Я помню, я уже была взрослой, уже лет 15, наверное, был где-то так. А мне нравился этот журнал. Ну, он мне нравился. Не знаю, почему. Сейчас, конечно, он у меня, наверное, уже не остался, скорее всего. Ну, какой-то детский журнал. Блин, классно, бесплатно приходит. То есть, ну, родители мне особо не покупали ничего. Вот. И я помню, писала письмо. А, по-моему, даже не... Или я писала. Или мама, я не помню. То, что мне мало лет, что там 8 лет. А, рисунок какой-то отправляла. Я специально рисовала, по-моему, какой-то рисунок такой, как будто бы ребенок нарисовал. И мне продолжали его, этот журнал дальше присылать. А потом, по-моему, они узнали, что там живет совершенно не ребенок. И как-то... Ну, не знаю, почему. Короче, этот журнал стал приходить реже. То есть, если он раньше приходил, может быть, там раз в месяц или раз в неделю, вот я не помню, честно. То потом он начал приходить раз в два, в три месяца. Может быть, они узнали. Мама говорит, скорее всего, на почте их своровали просто. Просто своровали и все. Ну, не знаю даже. Вот. Я ждала, ждала, помню. Перебегаешь в почтовый ящик, там почтовый ящик был, у меня все время там ключ застревал. Ставишь ключ. Э-э-э, не туда-сюда, и он все застрял. Не туда-сюда. Мучишься, мучишься. В итоге, помню, ключи так свои отстегиваешь, его оставляешь и уходишь. Потом какой-нибудь сосед его вытащит, к нам приносит. Вы ключ забыли. Знаете. И потом я уже как-то так приноровилась, помню. Так пальцами держу, туда засовываю, чтобы он стоял ровно. Видимо, он криво начинал остановиться и поэтому застревал. И так вот как-то. Так вот растопыришься еще на полподъезда. А то обязательно сосед какой-нибудь идет огромный, толстый, и не может пройти. А тут я растопырилась, пытаясь открыть этот почтовый ящик. А мне сдвинуться-то нельзя, если я подвинусь, и ключ подвинется тоже. И вот я помню, там стоит такой мужчина взрослый, ах, типа, пройти можно. А я там сейчас, сейчас, раз, а, открыла, подцепила. Я помню, вот только сейчас, кстати, вспомнила этот момент, уже давно не помнила. Ну вот, раз подцепила, блин, теперь надо закрыть же этот почтовый ящик. Закрыла, там взяла, что надо, раз, опять вставляешь, опять растопыришься, закрыла. Вот, было такое время, ждала прям, ждала я. А потом, ну, перестала приходить, и все, они приходят больше. И все. Здесь, кстати, в другом месте я уже живу, точно так же с почтовым ящиком. Там маленькие, маленькие крючки, он застревает, им приходится так двигать, 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 как машина, эти, вот, зао, там, жх, 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 хоп, она и завелась. И здесь точно так же. Но я вот перестала закрывать почтовый ящик, я его просто оставила открытым, прикрываю, как будто бы он закрыт. Ну, там никто не лазит у нас. Дети у нас все маленькие в подъезде, поэтому никто не лазит пока что. Что там сейчас воровать-то, все выбрасывается, там у нас коробка стоит, все газеты выбрасывают туда. Смысл лазится. Деньги, наверное, не пересылают по почте. Вот. Так, я уже открыла новый даже. Сейчас я его тоже съем. Уже, наверное, съем его без вас, потому что, наверное, у нас с вами обзор на продукты у нас с вами был. Еще с небольшой болтушечкой. Как обычно, я люблю рассказать всякие истории своей жизни, поделиться с вами. Вот. И сейчас, наверное, мы с вами закончим. Следующий ролик будет... Мы с вами поболтаем. Я вам расскажу сегодняшний день, как он у меня прошел. Это уже будет следующий ролик. Это уже будет потом. Иначе этот ролик у нас с вами затянется на целых... На целый час, или на целых два часа. И тоже вы свое время, наверное, тратить не хотите так надолго. Помимо моих роликов, у вас есть еще другие каналы, которые вы тоже должны успеть посмотреть. Поэтому вот так вот мы с вами заканчиваем. Обязательно смотрите мои другие обзоры, которые я точно так же сделала. Они там предыдущие, где-то, где-то, где-то там. Наверное, ссылочка останется... Останется, да, будет ссылочка к конечной заставке на предыдущий. Если захотите, перейдете. Обязательно подписывайтесь. Она вот там вот внизу, это вот... Даже где? Где-де-де-де-де-де-де. Вот там внизу она будет, эта вот кнопочка красненькая, такая красная кнопочка. Вот будет она так подписаться. И рядом такой колокольчик. Дзын-дзын-дзын-дзын-дзын. Вот, на колокольчик тоже нажмите, потому что у меня ролик выходит каждый день. Каждый день у меня выходит влоги. И обзоры через день. Обзоры на... Обзоры у меня по отдельности. На каждый вот... Так, какую-то мне обертку взять. На каждый вот такой продукт именно по отдельности. Тут у нас было с вами совмещено 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 продуктов в одном месте было. А там по отдельности. Ну, допустим, вы бы захотели купить какую-нибудь шоколадку. Да? Чтобы вам не смотреть вот эту очень долгу мою болтанную. Вы можете посмотреть отдельный обзор на эту шоколадку. Узнать, вкусная она или невкусная. А то вдруг какая-то гадость. А то, знаете, бывает такое, открываешь, а там гадость какая-то. Даже аппетит пропадает. Я обидно, что деньги потратил. А так вы посмотрите и не будете уже ее брать. Раз там гадость. Вот. Да. Что там у нас? Да. Обзоры, влоги. Как путешествовали. Влоги с моим сынком. Сыночкой. Как мы гуляем, играем, занимаемся. Также обзоры на технику. Скоро будет еще очень интересный обзор на технику. Я думаю, он вам понравится. Также фоны, живопись. Короче, там куча-куча всего интересного. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки еще. Лайки, лайки, лайки. Я очень стараюсь для вас. И комментарии. Не забывайте комментарии. Вы там не должны забыть написать, как вы чайную ложку сахара положите себе в ротик и попробуйте ее пожевать. Напишите, пожалуйста, свои ощущения при этом. Что вы ощутите? Жуя сахар. Именно положить и сразу прожевать. Не подержать там, не помусолить, не там погонять по рту, а именно сразу прожевать. Что вы почувствуете? Напишите обязательно в комментариях там внизу. Я буду ждать. Мне будет приятно, что вы напишите. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока!